Когда мы говорим о Христе, это понятие, имя, факт, явление, историческое событие, но именно когда мы произносим слово «Христос», мы прекрасно понимаем, что всё христианство на этом и стоит. Всё христианство! Кто это такое? Чем он интересен? Мы настолько часто привыкли – это Христос, Христос, особенно в церковной сфере, знаете ли, и даже подчас и не задумываемся. На самом деле, ой, тут столько проблем, особенно в современную эпоху, что подчас нам и в голову не приходило. Нам, то есть те, которые находятся в атмосфере нашей российской жизни. Вы знаете, сколько уже новых совершенно пониманий Христа как такового, пониманий того, к чему он призывает, зачем он пришёл и что он сделал. И эти понимания, которых достаточно много, отличаются подчас такой радикальностью, что иногда посмотришь и видишь. От Христа-то ничего и не остаётся. Начну хотя бы с самого простого эпизода. Я хожу по Третьяковке. Смотрю, тут подходит картине Крамского «Христос в пустыне». Я надеюсь, что многие помнят, может быть, где Христос на камне сидит в задумчивости. Подходит преподавательница и с ней целая группа школьников, старшеклассников. Я остановился, думаю, что же она будет говорить. И был очарован. Оказывается, оказывается, это сидит Христос на камне. И видите, как он задумался? Все кивают голосами. Да, 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 конечно. Вы знаете, о чём он думает? Он думает о том, как бы свергнуть иго поработителей, как бы совершить революцию, как бы восстановить социальную справедливость в обществе. Я, вы знаете, так и ахнул. Чего-чего? Такого никогда не приходило даже в голову. Я невольно подумал, читала ли она хотя раз в жизни Евангелие? Не только не читала, видно, даже в руках не держала. А, кстати, любопытный факт. Любопытнейший факт. А особенно для нашего времени. Если мы раскроем Новый Завет, прочтём Евангелие, почитаем послание, то есть письма его учеников, апостолов, то вы знаете, с чем мы встретимся? Нигде, ни одного слова нет осуждения рабства. Рабство! Кто такой раб? Да это же вещь! Ну, животное! Ну, рабочая скотина! Мы все немножечко знакомы с тем, что такое рабовладельческий строй и каково отношение к рабу было в тот период. Ужас! Да! И ни слова о том, чтобы свергнуть это игорь. ни слова осуждения даже рабовладельческого строя. Никаких призывов! Да мало того, что никаких призывов! Ещё кое-дея написаны такие слова, чтобы раб выполнял волю господина не за страх, что его накажут или прибьют, а за совесть исполнял так, как бы он перед лицом Бога находился. Вы слышите? Интересный образ Христа! Это кто же такое? Не так давно, ну, полсотни лет тому назад, думаю, что не больше, в католической церкви, где всегда существует масса самых различных течений и где уже достаточно давно, очень давно, уже не одно столетие, а внимание богословия и самой церковной жизни привлекает проблема, проблема, я бы сказал, социальная, проблема понимания отношений между людьми в обществе, где распределение материальных благ неравномерны, распределение власти, совсем не отвечающие, кажется, идеи равноправия. А вспомните девиз Великой Французской Революции «Либерте эгалите фратерните свобода, равенство, братство». Разве не за это проливали кровь? Разве гильотина не для этого осуществилась, чтобы путём гильотины достигать свободы, равенства и братства? Не правда ли? Разве парижская коммуна и прочие все вещи? Вы слышите, какая борьба за свободу, равенство и братство? Кровь потоками лилась! Правда, интересно? Очень интересно! Ну, вот сейчас всего каких-то полсотни лет тому назад начали возникать, вы знаете, разные богословия во множественном числе. Мы привыкли к богословии, а тут богословия, поскольку их возникло довольно много, в частности, в лоне католической церкви и протестантских, естественно, церквей, то их все взяли и объединили. Нашёлся такой хитрый человек, говорит, «богословие генетива», то есть родительного падежа, одним махом всех побивахом! И вот там, в частности, мы видим интересные богословия. Богословие освобождения, богословие революции, уж не говорю там богословие, там надежды и прочее. Причём эти богословия, освобождение, революции, они где-то просто проистекали из одного источника и часто смешивались между собой, что они проповедовали. Точно противоположное тому, что мы находим в Новом Завете. Богословие революции! Мы должны свергнуть те режимы, которые не соответствуют воззрениям современного человека, не соответствуют этому принципу свободы, равенства и братства, где это засилье всяких корпораций и прочих всяких несправедливых структур. Да, вплоть до революции, путём крови, путём насилия достичь чего? Общество – ненасилие. Противоречиво звучит, но это факт. Я помню, они приезжали к нам, творцы даже, самые идеологи этого богословия, приезжали даже к нам в академию. Ну, мы пытались немножко даже с ними поговорить, но увидели, что здесь, здесь, знаете ли, глухие стены и непроходимые. Христос, кто же, оказывается, с точки зрения этого богословия, понимаете? Как права была та учительница-то? А я и не понял её, возмутился. И помню, ещё даже несколько человек за мной ушли, эти старшеклассники, когда я кое-какие, так сказать, реплики и вопросы высказал. Оказывается, она-то была как права. Её бы немедленно надо в Бразилию послать к этим богословам. Был бы восторг! Вопрос-то в высшей степени важный. Христос кто же? Почему Он, если говорит христианство, говорит само Евангелие, если Он был не просто человеком, а Бога-человеком? Почему же Он тогда не родился в императорской семье в Риме и не стал императором для того, чтобы создать самый справедливый, который только можно, можно только мыслить в человечестве, строй? Лучшее государство создать все образовательные структуры, какие только нужны, экономику, которая бы созидалась и стояла на правах, на основе действительно равного распределения благ. Почему Он этого ничего не сделал? Слушайте, Бог! Он же мог сделать? Ну, конечно, если Он Бог. Почему же Он не мог родиться в императорских дворцах? Зачем Он родился в Хлеву? Знаете, где скотина стоит? где грязь, навоз и так далее? Вопрос серьезнейший и вопрос, который в настоящее время уже приобретает не какой-нибудь, знаете, теоретический характер, абстрактный, а приобретает а приобретает характер характер уже уже целой драмы и, может быть, целой трагедии. Сейчас, не отвечая на вопрос, почему так сделал Христос, я потом скажу, почему Он так родился и был бедняком, я хочу сказать о другом. Вы знаете, мы находим в новозаветной литературе, я так назову Новый Завет, новозаветные книги, находим интересные упоминания, точнее, пророчества. о чём? О том, оказывается, что христианская эра, именно эра как таковая, она завершится самым необычным образом. Один из великих святых, Афанасий Великий, ну, семинаристы это знают, кто это такой, действительно великий человек, который говорил так, человечество пришло от тьмы к свету. Тьмой он назвал то состояние мира, которое было дохристианским. Ну, и кто знакомый с историей, занимается и прекрасно понимает, что там только творилось. От тьмы к свету, под светом он подразумевал Христа и его учения. Но что дальше говорит? А окончится оно, вернее, пойдёт оно от света к тьме, о какой-то тьме идёт речь. Мы находим в Новозаветных Писаниях следующее утверждение, что, оказывается, не говорю сейчас о причинах, вопрос другой совсем, но, оказывается, история не просто христианской эры, а истории человечества как такового, если хотите, выражусь очень грубым языком. Вы извините, человечество как биологический вид, слышите? Будет уничтожено. Оно имеет конец. И этот конец, эта новозаветная литература обещает страшным. Но даже не в этом ещё дело. Дело в другом. Дело в другом. И вот здесь для нас имеет огромное значение то, о чём мы сейчас с вами говорим о Христе. Оказывается, в конце истории в связи в связи вот с этой ситуацией будет некто появиться. Некто, который описывается в очень ярких чертах у апостолов, у апостолов описывается как человек гордый, который объявит себя не только лучшим, но объявит себя самим Богом, который потребует поклонения всех, к которому действительно все народы придут и преклонятся пред Ним. Судя по тому, что там описывается, можно очень легко и совершенно правдоподобно и логично нарисовать картину того, что произойдёт. он будет, этот человек, величайшим социальным деятелем. Слышите? Величайшим. Его называют в святоотеческой литературе даже так. Гений из гениев. Вы слышите? Как мы преклоняемся перед гениями, не правда ли? О, Пушкин! О, Толстой! О, Достоевский! Какие гении! Это будет гений из гениев! Я вам прямо цитирую. Он при нём будет создано единое всемирное государство. Мы сейчас много говорим о глобализации и так далее. А видите, процесс-то идёт. Две тысячи лет назад писали единое всемирное государство. Что он сделает? Он установит полный мир, ибо будет одно государство. Некому будет, не будет кому друг с другом воевать. Слышите? Единое государство. Он установит полную справедливость. Обеспечение всех. Скорее всего, что будет объявлено о достижении бессмертия. Ну, генетика. Куда же она движется? Естественно, к этому. Бессмертие будет даровано тем, кто заслужит этого, естественно, будет установлен мир и справедливость. Послушайте, всё об этом сказано. Но чем завершаются эти пророчества? Самым любопытным образом. И когда скажут, чёрным по белому читают, и когда скажут мир и справедливость, тогда внезапно постигнет их пагуба. какая пагуба? Об этом, кто читал апокалипсис, лучше себе не представлять. Любопытнейшие вещи. Тогда внезапно постигнет их пагуба. Насчёт внезапности, когда читаешь эти строки, или когда-то их читали, ну, что это такое? Бог, наверное, что-нибудь сделает. Берём сейчас научную литературу читаем, Господи! Что пишут наши учёные? Глобальная катастрофа может начаться внезапно и с такой скоростью, что никакие человеческие средства и усилия уже не могут её остановить. Я вам цитирую одного из учёных, кстати, который неверующий человек сам. И эта катастрофа, как он пишет, произойдёт достаточно быстро. Ужасные слова пишут. Уже, возможно, в середине XXI века. Я так прочитал? Да, думаю, нет. Вы знаете, в Греции была такая пророчеца Кассандра. Она всегда предсказывала какие-то неприятные вещи. Её терпеть не могли все на свете. Но всегда сбывалось то, о чём она говорила. Это сущие искушения. Я о чём сейчас хочу сказать. Христос не устранил войн, не устранил социальной несправедливости, не отменил даже рабство, даже, кажется, свой народ еврейский, среди которого Он пришёл и родился, даже Его не освободил от римского ига. Христианство всё основано на нём. Всё. Другой, что обещает христианство, уничтожит все формы, кажется, рабства. На самом деле, не хочу объяснять ложь, потому что мы сейчас вступаем в такую эру, когда все будут рабы до последнего человека. Но только раньше только рабы могли договориться друг с другом и что-то сделать. Теперь, когда будут эти несчастные чипы? Только ты уже словечко сказал, уже зафиксировано в центральном компьютере. Ага, кнопочку, и его нет. Полное рабство будет такого, которого никогда в истории, конечно, не было. Так вот, Христос ничего этого не сделал. Накормил-то кого он там? Пять тысяч? Ну, четыре тысячи? Ну, что это за чепуха? Скажите! На сотни миллионов населения земного шара здесь что будет? Корм для всего человечества. И возобилие. Именно корм самое подходящее слово. Всё будет сделано. Мир утверждён. Справедливость, конечно, равенство, свобода. Не знаю только кого. Это оставим сейчас. Не хочу и говорить даже. Да. Но оказывается, один полюс Христа, который ничем этим не занимался, а чем-то другим. И второй полюс, который, кажется, ответил... Послушайте на что ответил-то. О чём только мы все думаем? О чём думает всё человечество? О чём? Разве не об этом? О чём кричали римляне, когда видели императора несут на носилках панам Эцерцензес хлеба и зрелищ? Не об этом разве? И он всё даст. Понятно теперь? Он себе объявит кем? Вот он спаситель мира! Вот кто спаситель мира! Вот кто наконец осуществил ту цель, которой устремлены взоры и желания всего человечества. Разве не он спаситель? Мы теперь понимаем, перед чем мы стоим. Кто же действительно истинный спаситель? Кто же истинный Христос? Этот помазанник или мессия? Правда, в аудаизме там всё время под мессией только и подразумевается только это. Это кто? Это вот тот, который станет господином всего мира. Он, который принесёт благо еврейскому народу. Он перед чем мы стоим? И вот сейчас уже давно и сейчас это уже подходит к пиковой ситуации, когда не христианские народы, не христиане, а христиане начинают под спасением подразвивать того, кто решит наши вот эти все земные проблемы. И тот, кто это решит, он именно и будет назван нами Спасителем. То есть, в данном случае, Христом. мы приближаемся к чему? Потрясающему напряжению между этими двумя Христос и Антихрист. В чём это напряжение всё усиливается? Всё больше и больше христианский мир обращается от Христа к Антихристу. Почему Антихрист? Анти – значит вместо, вместо того Иисуса, который ничего не сделал. Ничего. Вот кто всё сделает. Анти – вот он будет истинный Христос, оказывается, а не тот. Что же подразумевает христианство в полном смысле слова христианство я говорю в данном случае? Вовсе не о тех процессах, которые идут сейчас. Что я бы сказал так? Правильное христианство или православие, что же подразумевает под Христом? Я уже оговорился так сначала и сказал, пожалуйста, вы можете найти литературу сколько угодно, Христос, о! Не будем говорить о Его чудесах. Это нигде нигде это в богословских школах, университетах, теологических факультетах. Это нигде 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 это в докладах. Не будем говорить о Нем. Не будем говорить о Его божественности. Это великий человек, который принес новые моральные принципы жизни. Да, Он велик, но возьмите Иисус Христос сверхзвезда, знаете, рок-оперу. Кто Он такой? Ой, какой-то, знаете, мечтатель. Иуда, вот это да, трезвый человек. А Христос мечтатель какой-то и больше ничего. Придите ко мне труждающиеся. А многие ли придут? И что Он даёт им? Возвращаемся. Кто есть Христос? И во что же верит христианство? Ещё пока православие. Пока говорю православие. Протестантизм весь катится под гору. Католицизм уже давно оставил самые основы понимания духовной стороны жизни. Весь в социальной, политической, экономической проблематике. Кто же такой Христос? Ох, какое фундаментальное понятие христианской веры! Почему же Он ничего не сделал в этом плоскости земной, материальной? Почему не создал рай на земле? Какой же Он Бог тогда? Где же Его любовь-то? Говорят так. Опытный полководец всегда решает проблемы, возникающие во время войны, тем, что направляет основные силы на главную точку противника. Его прекрасно понимает, одержав победу здесь, он одержит победу и во всех прочих участках. Что является причинами? Давайте посмотрим, что является причинами тех нестроений во всех сферах жизни, которые происходят? У нас это в России особенно наглядно может быть. Я не знаю, может быть и на Западе, хотя то и дело приходится слышать по радио, что и там такие-то мошенничества какие-то невероятные. Почему такие сбои во всем, во всех направлениях жизни? Все начинают понимать и произносить сакральные слова. Какие же? Человеческий фактор, убийственные слова. Что это такой человеческий фактор? Непонятно это разве? Где нет совести, где нет стремления жить по правде, где нет понимания смысла человеческой жизни, где нет того нравственного начала, которое только и делает человека человеком, там как угодно изменяйте формы жизни. негодяй в любых формах, как рыба в воде будет. И всегда просто скажу «нашкодит». Да так нашкодит, что все выть будут. Человеческий фактор до тех пор, пока не будет меняться человек в положительную сторону, пока человек не обратит внимания на эту именно сторону, никакие изменения форм жизни, социального строя, экономической системы, организации труда ничего не дадут. Мошенник всегда найдет возможность мошенничать и мошенничает и полностью расстраивает жизнь. Полностью, во всем, в чем угодно, в любых формах, чего бы ни казались, в любом направлении жизни. Вся суть в чем? Сейчас мы убеждаемся просто постоянно, на каждом шагу. В чем? Если не удастся, не удастся измениться, изменяться человеку, если поколение за поколением не будет расти, расти в чем? В совести. Мне кажется, самое главное слово – совести. Если не будет жить по совести, если будет жить бессовестно, ничего мы не добьёмся, ничего мы не сделаем, будет эксплуатация видимая, полувидимая, будет накопление гигантских богатств в одних руках и полная нищета в других, совести нет, где совести нет, там жестокость, там эксплуатация, там насилие, там издевательство, всё может быть, когда нет совести. И чем больше власть сосредоточена в одних руках, чем больше обладает он возможностями, тем хуже будет. Корень всех проблем в чём? В душе человеческой. Ну, помните восстание рабов. Я думаю, тут есть историки, или, по крайней мере, те, которые учились и помнят истории. Вспомните, что происходило. рабы свергали этих ненавистных господ, становились господами и своими господами делали то, что господа делали с ним. Да здравствует свобода, справедливость, хороша справедливость! О, Боже мой! Просто смех один! Кстати, этим отличаются все революции, все до одной. Французская, великая французская залила кровью Францию и что это во имя свободы, что творилось. Наша революция 17-го года, какой ужас! Все обещали нам! И чем кончилось? Одни колхозы, только вспомнить, это такие каторги, это такая каторга была, что представить себе невозможно. Колхозники не имели даже паспортов, и они никуда не могли уехать. Эти несчастные трудодни у них слизывались, как работали, не покладая рук. Я это знаю, моя тётушка работала. Это ужас один только что было. А революция во имя чего совершалась? Ну, что вы! Благо трудящихся! Ну, как же! Почему Христос ничего не сделал внешнего? Потому что Он обратил всё внимание, все силы, все, если хотите, свои дарования на одно только. Он показал, показал, где центр находится всей проблематики человеческой жизни. Или мы исправляем человека? Или исправляется человек, и тогда исправляется жизнь во всех её формах. Если не исправить человека, не обратить внимания на его духовную и нравственную сторону, все эти реформы и изменения ничего не дадут. И грядущее царство Антихриста теперь уже уже вот оно теперь выходит. Мы видим, что даёт нам глобализация по-американски. Вам мало Афганистана? Да? Ну, пожалуйста, вам Сербия? Мало Сербия? Пожалуйста, Ирак? Мало этого? Пожалуйста, вам Ливия? Цветущая страна! Ливия! С каким высоким уровнем жизни? Обеспечен население! Это же было жемчужина в Африке! Во что превратили негодяи сатанисты? Слышите во что? Превратили! Вот она глобализация! Вот оно уже следы отпечатки того, что идёт человечеству! И можно понять, к чему это приведёт. Действительно, если исполнялось уже это исполняется пророчество, значит, исполнится и то, о котором сказано. И когда скажут мир и безопасность, тогда постигнет их пагуба. Христос совсем не социальный и политический деятель. Мы верим совсем не в этого Христа, который устроит нам благоденствие и даст хлеба и зрелищ. Мы верим в другого Христа, который человека сделает человеком, который открыл нам, кто такой человек. Это не скотина, которому что нужно? Что нужно? Посмотрите, чем живёт? Развлечения и больше ничего слышите? Развлечения! Будьте вы каким угодно прекрасным доктором, будьте учителем, будьте рабочим, будьте крестьянином, вы будете что получать? Едва-едва концы с концами. Зато если вы умеете гонять хорошо мяч, миллионы! Ура! Ура! развлекайтесь и не думайте ни о чём другом! Только развлечения вам! Развлечения! Больницы какие, ужас провинции, что? Зато какие стадионы ставят! И это всюду! Молодцы римляне, когда корчали хлеба и зрелищ, больше ничего нам не надо! Да? А ты сколько времени намерен жить-то? Ты что, разве не видишь? Как хорошо всё устроено! От младенца до старца ты видишь свою перспективу? Я однажды стою в храме, и вдруг маленькая девочка года три-четыре подходит ко мне, а я вас знаю! Я говорю, ты откуда меня знаешь? Рядом стоит её мамаша с грудным ребёнком. А вы сказали, и она мне ответит девочка, вот что значит девочка. А вы сказали, сказали, что если бы 18-летней девушке показать, какой она будет в 80 лет, то с ней бы плохо стало. Боже мой, может сказать, девочка, она всё усвоила. Видимо, заводили лекции, и она наша самая главная, она же девочка. Не правда ли? Замечательно! Нет, нет, я не буду смотреть, какой будет 80 лет. Я буду вечно молодой. Чем живём? Фантазиями. Фантазиями, беспочвенными фантазиями. Боже мой! Христианство призывает к трезвому взгляду на жизнь. Христос ничего не отнимает из этой жизни. первое чудо, которое он совершил, какое было? Не хватило вина. Где? На свадьбе. Не хватило, слышите? И он воду в вино притворил. Да, свадьба – великое событие. Раньше это было великое событие. Почему? Понятно, почему было великое событие? Ух, как сейчас это будет ножом по сердцу многим современникам. Потому что это действительно был акт, акт первой встречи его и её. Да, это было великое событие. Это была потрясающая радость, это потрясающее счастье. А теперь часто идут уже усталые, часто уже не очень-то интересные друг другу. Ну да, она моя жена, но вот там, по-моему, посимпатичнее кажется. Он мой муж, ну он мне не нравится, мы уже надоели друг другу. Какой ужас! Слышите, этот дьявол отнимает радость жизни. Слышите? Радость жизни отнимает. А христианство напротив говорит об этом. Более того, воду в вино притворил. Радуйтесь! Но принцип христианский какой? Да, пей! Радость, свадьбу! Но не превращайся в скотину, не напивайся! Веселись! Но оставайся человеком, а не каким-то бесноватым. женись и выходи замуж. Если ты хочешь себе счастья, не хочешь, бедный человек, ну ладно, давай, прыгай по кустам и прочее. И потом узнаешь, будешь опустошённый, опустошённый, ибо чаша любви даётся человеку только один раз в жизни. Не расплескай её по каплям, иначе останешься ни с чем. Прекрасный пример приводит. Возьмите перстень драгоценный, прекрасный перстень, возьмите его, великолепный, о да, о да, сотрите его в порошок и рассыпьте. Где он? Вон. Ну, здесь, где-то. Вы можете им полюбоваться? Можете посмотреть на его красоту? Нет! Его нет! Такой прекрасный перстень исчез. Точно то же самое происходит и с тем, что именуется любовью, браком, семьёй. Вот к чему призывает Христос. Вот почему он не занялся никакими внешними переменами жизни, не осудил даже рабство. Кстати, когда наступила христианская эпоха, рабство прекратилось, потому что в корне было подрублено, о каком рабстве может идти речь у того христианина, который знал, что этот раб – «Брат, брат мой, а не скотина, не вещь, рабство было уничтожено». Откуда? Изнутри, вы слышите? Изнутри. Вот в какого Христа верует православие. Вот в какого Христа она исповедует. Совсем не того, который будет создавать иллюзию внешнего счастья, внешнего благополучия и давать людям хлеба и зрелищ. Вот это фундаментальное, скажу вам, понятие, первое и главнейшее понятие, да, без понимания которого, ой, как трудно понимать христианство. А о какой любви говорит христианство любопытно? Оно говорит. Брак – это явление естественного порядка. Человеческое сознание упорядочивает это и делает его прекрасным даже с внешней стороны. Но у человека есть еще нечто, нечто еще более совершенное, которое они именуют. Они, я сказал, именуют те, которые достигали этого, и таких множества людей, то, что они именуют божественной любовью. Это то, что мы говорим о браке, это естественно, это во всех земных тварях, если хотите, во всех, и всюду. У человека есть возможность совершенно другого порядка, неизмеримо более высокого. Это назвали божественной любовью. И что это такое есть? Я скажу, тут много не наговоришь. Оказывается, все, что касается обычной нашей любви, так, оно не затрагивает или мало затрагивает духовную сторону нашей природы. То есть, я женюсь, и у меня все остается. И жадность моя, и зависть моя, и чревоугодие мое покушать получишь, и тщеславие мое, и гордость моя, и у нее тоже остается все это. Правда? И как хорошо. Правда, из-за этого начинается очень много неприятностей. Еще бы. Когда кому надо мыть посуду? Представьте себе, я, короче, тебе, ты жена. Ну, а что это я? Я с работы пришел, ты помоешь посуду. Ах, искушение! И пожар! Все страсти остаются, слышите? Ну, слава Богу, так могут притираться понемножку, уголки так стираться как-то, ну, сживаются. Так, но, правда, все реже и реже бывает такой мир, к сожалению, потому что не обращается внимания на ой, какое дело, пока в нас страсти не ждите особого счастья. Почему? До малейшего укола моему самолюбию я взорвался. Что ты так меня? На себя посмотри. Я лучше тебя. Она говорит, а я тебя лучше. Ох, какой ужас! Все, трагедии, конечно. Настоящее, пока вы эти страсти в нас живы, ой, жди всегда. Это, знаете, как мина замедленного действия. Пока никто на нее не нажал, не наступил, она ничего. Все, прекрасно, идем по лужайчике такой зеленой травкой, цветочки. Только зацепил и взрыв! О, ужас! Часто эти взрывы кончаются чем? Распадом даже семьи. Из-за чего главное? Послушайте, из-за чего? Из-за наших страстей. Да-да, наших страстей. И больше ничего. Я не хочу делать, она не хочет. Я лучше, я лучше. И, Боже мой, что творится? Есть то, что христианство называет божественной любовью. Это то состояние человеческой души, которое возникает в человеке, слышите, возникает в человеке при одном только условии. При условии очищения души, искоренения из души вот этих страстей. слышите, страстей исцеления. Когда оказывается, я не разозлюсь и навеки не прекращу жить с ней, так, когда она скажет, ты всё-таки дурак. Я думал, что ты умный, а ты оказался дурак. Я дурак. но, вообще-то, я знаю в своей жизни, конечно, дурости много делал. Бесспорно. Я просто пример говорю, вы слышите, в чём дело? То состояние, которое именуется божественной любовью, оно может быть только в человеке, в человеке, только, и возникает в человеке, только по мере искоренения страстей. И тот, кто думает, речь уже относится к христианам, и только к христианам, которые думают, что они могут иметь божественную любовь, это высочайшее, что и есть в жизни человеческой, не заботясь нисколько об искоренении страстей, и не имея этого, и получить божественную любовь, тем впадают в дикое заблуждение. Это просто абсурд! Абсурд полный! Невозможно это! Вы скажете, ну, о чём речь-то идёт? Ну, невозможно, невозможно, правда же? Ну, мы не говорим, что у нас на самом деле мы соприкасаемся с чрезвычайно серьёзной проблемой. В чём она состоит? если вы обратитесь, ну, это речь уже к тем, кто получает богословское образование, кто интересуется этим, если вы обратитесь к истории католической святости, то вы встретитесь с удивительными вещами. Удивительными вещами! Процитирую вам! Ну, особенно замечательно, конечно, это пассаж, который можно прочитать в книге одной из последних великих святых католической церкви. Её звать Тереза. Она именуется маленькой, потому что была в 16 веке, Тереза великая. О ней тот же разговор можно будет. Это Тереза скончала где-то в 1896 или в 1897 каком-то году 23 лет от роду. Папа Иоанн Павел II – это один из самых негодных пап, самых негодных пап XX века. Ужасный! Он и её и эту 23-летнюю возвёл достоинство учителя церкви в связи со столетием со дня её кончины. Понимаете, как там здорово! Умер, и тебя потом по ступенькам возводят. Как в конфуцианстве, кстати, то же самое, один к одному. Конфуций был простым чиновником, а уже потом, через 100-200 лет, не помню, он уже стал, даже дошёл до уровня императора. Так и здесь. Уже учитель церкви. И вот она – это девушка, которой так понравилось очень-очень многим. Она пишет в своей книге. Книга написана, кстати, очень хорошо. Великолепный язык. Увлекательные книги. Ой, не дай Бог, если начнут читать. Я думаю, это будет беда просто. Не называю даже, как она, её название книги, не говорю. Тайна. Она пишет. Я чувствовала себя любимой. Я понимала, что уже не нужно никаких объяснений. Мы посмотрели друг на друга, и мы поняли всё без слов. И бедная маленькая Тереза утонула, утонула в океане любви. И чьей вы думаете? Иисуса Христа. А вы-то, наверное, думали о чём-нибудь другом. Слышите? Иисуса Христа. Это с ним у неё роман. А не с кем-нибудь? Вы скажете, 2000 лет тому назад он жил. Ну и что? Слышите, что происходит? А оказывается, оказывается, там любовью божественной, за которую человека делают великим святым и учителем церкви, является какая любовь. Вот это мечтательная любовь к Иисусу. Слышите? Это называют любовью. Если вы почитаете эту книгу, так же, как я, может, ещё кое о чём скажу, то вы будете крайне удивлены тем, о чём я только что сказал, что божественная любовь возможна только там, и тогда, когда человек проходит жизнь борьбы с своими страстями, когда очищает свою душу от всех гадостей, гадостей понятно каких, и зависти, и самомнений, и тщеславия, и всяких телесных, всяких вещей от гадостей, я перевожу это слово страсти на такой язык, чтобы было понятно, то страсти, знаете, он страстный, о, как это здорово! От гадостей только тогда может возникнуть в человеке действительно это божественная любовь. какова эта любовь, об этом пишут святые отцы. Исаак Сирин, например, великолепно пишет в такой форме, диалогической форме, «И что есть сердце милующее? Ибо, в спрошен, об этом отвечает». Это есть воздыхание о всей твари, о всех людях, о самих врагах истины. И дальше он прибавляет. И если бы даже пришлось человеку десятикратно в день умереть за любовь к людям, он, быть сожжённым за любовь к людям, он не удовлетворился бы этим. Есть любовь божественная, но она возникает только в чистом сердце. Чистом, то есть освобождённом от этих страстей. Здесь, о чём я говорю, Тереза маленькая, такая же Тереза большая, которая в 16 веке была, когда Христос ей, вы подумайте только, до чего можно докатиться, простите меня, вот если католики, да простите меня, но другого слова нет, докатиться, когда Христос, так называемый, является ей и заявляет, до этого я был Бог и Господь твой, а отныне я и супруг твой. Всё. Что с ней происходит дальше? Я молчу. Во избежание недоразумений. Вы слышите, что происходит? или какой-нибудь блаженной Анжели. Она пишет. Это есть книга, перейдённая всё на русский язык. Вы слышите? Да. Анжела, когда Дух Святой ей шепчет, дочь моя, возлюбленная моя, я люблю тебя. Я никого так не любил, ни пророков, ни апостолов. Как люблю тебя. И происходит дальнейшее объяснение в любви. Какой? Ладно, понятно, когда здесь земных условий. Встречается девушка, пожалуйста, объясняется в любви. Всё это естественно и понятно. Нет. Начали играть в любовь с мысленным Христом. И впадает то, что на аскетическом языке именуется прелестью. Слышите, лесть понятно? Всем понятно, что такое лесть? Говорят, ульстец несчастный. А это прелесть, то есть лесть в высшей степени, в самой пагубной и страшной степени лесть кому? Себе. Я уже со Христом. Я уже с Богом. Прошу обратить на это внимание, особенно для всех тех, кто интересуется православием, что это одно из самых страшных, может быть, искушений, которые совершенно сломило католицизм. И там не осталось в этом плане христианства, понимания о духовной жизни католицизма. Но самое печальное, что это поражать начинает и начинало и начинает и особенно сейчас уже отдельных православных ну, я хотел сказать, может быть, даже и подвижников. Кого-то подвижников, кого-то неподвижников. Уже доходит до того, что один из авторитетных афонских подвижников, Порфирий Кавсоколевит, скончался в конце девяностых годов, пишет, пишет, не больше и не меньше, как следующее, не боритесь со страстями, не боритесь с грехом, любите Бога. Слышите? Точно перевёрнуто. Если всё христианское учение говорит только при условии борьбы с грехом, только при условии искоренения всех этих гадостей из души, возможно, возникновение этой любви, тут, говорит, не боритесь, а любите. Интересно, что это такое любите? Никак понять не могу. Христос, говорит, меня любит тот, кто исполняет заповеди мои. Об этом речи нет. И это пишет Порфирий Кавсоколевит, на которого сейчас, если будете в Греции, не вздумайте критиковать, сказать, что вы критически о нём. Вам будет плохо. На него вся Греция молится. Ещё бы! Слушайте, это же ура! Вы понимаете? Не боритесь со страстями из грехов. То есть, живи, но люби Бога. Люблю, Господи, люблю, люблю. Дай-ка мне поесть побольше, получше. Дай-ка мне вот вторую жену, третью мужа. И так далее. Я зачем? Я люблю, люблю тебя, Господи. Ой, да чего же ты хорош. Сейчас мне книгу присылают, архимандрит нектарий, опять грек, который написал, подумайте, только заглавие, Иисус Христос «Как возлюбленный и любовь». «Как любовь и возлюбленный». Я как прочитал, Боже мой, весь растаял сразу. Ну, ещё бы. Красота-то какая! Начинаю читать. Бедный человек. Любовь, 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 любовь! Все должны любить! Уже всё, уже в глазах начинает всё мерещаться, уже всё. Одна любовь только стоит. И нигде ни слова. А как же приобретается, интересно, это высшее состояние, которое делает человека действительно богоподобным, которое делает... Ведь что выше любви? Ну, ничего же нет! Что самое величайшее благо? Ну, конечно! Что же? Как же это приобретается? Одни призывы к любви, одни восторги от любви. Это то, о чём с полной абсолютной определённостью, с решительностью предупреждали все святые отцы. Это они именовали прелестью, заблуждением, бесовской прелестью. И это начинает уже пропагандироваться не в католической церкви, а уже в нашей церкви. Слышите? Я хотел сказать поздравляю, и язык запнулся. Это с чем же такое? В одном из журналов, не знаю, назвать какой или нет, уже хвалебная статья по поводу этой книги. Ещё бы! Любовь! Это же да что, красота-то какая! Что происходит? Нужно очень понимать следующее, что когда христианство говорит о любви, надо быть очень внимательным и осторожным. Нельзя смешивать понятия естественные, я бы сказал, природные, так, ибо мы все являемся членами этой природы, с тем, что принадлежит Богу как явлению сверхприродному. И человек по своей природе оказывается способен воспринять это сверхприродное. И тогда это благо, которое именуется любовью, да, оно ни с чем не сравнимо. И это есть Царство Божие, это есть само Царство Божие, ибо Бог есть любовь. видеть еще одно какое фундаментальное понятие. Не зная, что за ним стоит, как легко можно ошибиться, как можно увлечься и попасть совсем не туда. И тогда это будет беда с человеком. Кстати, хочу передать предупреждение. опыт подвижников гласит, те, которые ступали вот на этот путь, впадали в прелесть, они очень часто психически повреждались. Да-да-да, повреждались, как мы говорим, умом повреждались. Да, те вещи, о которых часто они пишут, действительно, только скажешь одно – это уже умоповреждение. Тот Порфирий, о котором я вам говорил, сейчас только упоминал, вы знаете, что пишет? Это, который говорил, не боритесь, а любите Бога. Что пишет? Он был на острове Патмос. Это греческий остров, где было явление Иоанну, богослову, апокалипсиса, то есть вот откровение, где ему было, о последних судьбах мира. И он что пишет? Вы знаете, что пишет? Мне там было открыто, открыто, всё откровение Иоанна Богослова. Точно так, как всё было. То есть он получил Иоанн Богослов один раз, и теперь он бедный второй раз. Точно так, как было. Вы слышите? А чтобы вы не сомневались, он привёл такое доказательство, что уже тут, я думаю, ни у кого не поднимется рука и голос, чтобы возразить. И он услышал там голос самого Христа из расщелины скалы. Замечательно! Всё! Всё! Падай, Ниц, и целуй его туфлю. Слышите, до чего можно дойти? Из расщелины скалы ему Христос шепчет. Он увидел всё откровение Иоанна Богослова точно так, как было. Вы слышите, какое умоповреждение наступает человеком? Ну, ладно, он! А теперь что? Эта книга издаётся. Издаётся в русском переводе. Ею питаться могут люди. Греция уже вся на него молится. Вы слышите? Возникает страшный вопрос. Что же будет с нашим православием, если мы пойдём по тому же самому пути? О, как важно нам знать, что стоит за каждым фундаментальным понятием, которое присутствует в христианской православной вере. Что стоит, чтобы не ошибиться? недаром апостол Павел сказать, какое общение света со тьмой и Христа с Вильяром? Каким образом в Боге соединяются свойства любви и правосудия? Любовь и правосудие – это всё равно, что в одном доме поклоняешься Богу и идолам. первое. Ещё вторую цитату. Теперь видите, как я наизусть всё знаю. Второе. Любовь и правосудие – это всё равно, что огонь и сено рядом, вместе взятые. Эти слова я привожу вам святого Исаака Сирина. Нет! Нет! Бог – любовь! А то, что мы именуем его правосудием, надо объяснить. Чтобы вы поняли. Я понимаю, что это такое любовь. Я знаю, кто меня любит. Тот, кто меня хвалит. Тот, кто мне даёт всё, что мне нравится. Тот, кто меня гладит по головке. Вот это меня любит. А тот, представьте, у меня произошёл такой случай. Вот здесь, прямо на носу вскочил Чири. И он говорит, это Чири. Я говорю, какой Чири? Это прекрасная изюминка у меня на носу. А он нет Чири, мигодяй. Он меня не любит. Не любит. Вместо того, чтобы меня похвалить, сказал, ты от этого ещё насколько красивее стал, исключительным стал, оригинальным стал. А он говорит, что у тебя Чири на носу. Слышите, как мы понимаем любовь гладить по головке, делать всё, что мне нравится и хочется. А какая всё-таки правильная любовь? Правильная? Правильная прямо говорит. Нет, голубчик, твой пиджак никуда не годится. Дрянь он, грязный, измятый. Если я правильно говорю, ой, спасибо, я не знал, давайте быстрее другой. Правильная любовь какая? Вы, конечно, не беспокоитесь, но у вас всё-таки тяжёлое заболевание. Вы пока ещё не видите. Но пока не поздно, надо принимать меры. Пока не поздно. Предупреждаем вас. Начиная с этого дня, вы должны делать то-то, то-то и то-то. Что вы мне говорите? Я себя прекрасно чувствую. Если больны, так вы сами идите и лечитесь. Да? Что такое любовь? Любовь – это то, что желает мне добра, пользы и делает всё, что возможно. Вот что такое любовь. Что такое правосудие? Правосудие? То, которое рассуждает о моём, допустим, поведении. Я помню, когда сдавал на права, да, то мне просто крупно повезло. Я нажимал кнопки. И повезло, потому что сам я не... Попчу плохо. Но оказалось, что я точно нажал кнопки. Всё повезло. А другой рядом со мной, бедный, промахнулся, не ту кнопку нажал. Ну, я думаю, промахнулся. Он знал. Да. Ну, всё. Правосудный компьютер сказал, фит, в следующий раз. Он идёт, бедный, ещё раз давать. Что такое правосудие? Это железка. Что такое любовь? Мать в огонь бросается, чтобы спасти своего ребёнка. Сама погибает, его выбрасывая из огня. Это какая-то справедливость? Интересно. Где-то справедливость. А какой справедливости? Никакого даже контакта нет между этими двумя понятиями. Любовь не знает справедливости. Она есть только любовь. Она жертвует, если хотите, до смерти собою. И не спрашивает совсем, справедливо это или нет. Категория справедливости – это же, знаете, это дохристианская, если хотите, категория. Как пишет Владимир Соловьёв, категория справедливости – это низшая планка нравственности, низшая, чтобы мы уже совсем не скатились до я не знаю чего. Основным законом бытия, который мы именуем, кстати, и Богом, есть любовь, а не справедливость. Один из святых так и говорит, если бы только Бог был справедлив, то мы бы и мига, наверное, не просуществовали бы тогда. Потому что у нас нет и минуты, когда бы мы провели действительно достойно тому, что именуется человеком. Какая справедливость! – Как сочетаются теперь они? То, о чём мы говорим – Бог и справедливость. Я сказал, что любовь всегда ищет благо, и это благо именуется правильным отношением. Правильное отношение какое? Правильное отношение. – Оно и всегда и присутствует. В любви всегда присутствует правильное отношение. Потому что исходит из чего? Из цели блага, добра. Слышите? Вот истинная любовь. Ищет добра и благо. И это самое правильное. Правильное. Отсюда слово «правда». Вот, оказывается, что у Бога присутствует. Любовь какая у Бога? Любовь правильная, то есть праведная, то есть справедливая. Понятно? Правильная любовь. Вот как сочетается в Боге любовь и правда. Любовь его правильная, а не такая. Когда просто по головке гладит, что ты хочешь наркотик? Ну, пожалуйста, голубчик, ну, пей. Тебе же хорошо от него. Он скажет – неправильно. Это ж не по любви. Ну, ему же нравится, ему же приятно. Ты пьянь, знаете, пол-литра, голубчик. А вот тебе ящик даже. Может, ты тут же около него и отойдёшь. Итак, божественная любовь, любовь Бога – правильная любовь. Правильная, то есть праведная. Праведная, то есть справедливая, верная. Вот какая любовь. Нет в Боге этих двух начал. Правда и любовь. Слышите? Нет. Нет их двух. А есть одна любовь. Какая? Правильная. Вот так. Объясните, пожалуйста, подробнее слова святого. «Потому Бог и Отца творил, что Он – любовь». Можно объяснить таким образом. Не узнав горького, не оценишь сладкого. По-моему, всем известно. Пока человек здоров, всё у него хорошо, благополучно, ему кто-то жалуется, он говорит, ну, да, 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 конечно, да, сочувствуй сам. Он даже и не понимает, что это такое. Недаром говорят – сытый голодному не товарищ. Не узнав горького, мы не оценим сладкого. Вот и в данном случае для того Бог и Отца творил, чтобы человек хоть немножко понял, кто ты как человек, когда ты ведёшь жизнь не по Богу. Слышите? Вот есть заповеди. Вот живи. Хочешь быть счастливым – прекрасно. Вот тебе заповеди. Не хочу. Как это не укради? Что это такое? Как это не соблуди? Да это ж невозможно. Как это не объешься? Как это не напейся? Да что это за жизнь? Ужас одет. А, не хочешь? Пожалуйста, пожалуйста. Ты свободен, человек. Ты свободен. И потом пил-пил цирроз печени. Ах, искушение какое. Кололся, кололся. Ах, 25 лет. Я помню, меня подвели одного в Америке. Ему 25 лет, а он уже 70-летний. И сдряхлый. Все страсти, всё то, что в Евангелии минуется грехом, это есть не приказы Бога. Это не юридический закон Бога. Надо запомнить. Это предупреждение Бога. Человек, я люблю тебя. Не делай! Я предупреждаю тебя! Не делай этого! Не делай! Не ходи, вот там, видишь, полянка, великолепная полянка, и там цветочки. Не вздумай! Это болото! Болото! Я видел, как там лось тонул постепенно, и никто уже не мог ему оказать спасение. Невозможно вы... Трясина засасывает. Не ходи, человек, туда! Слышите, что такое заповеди Божьи? Что такое грех? То, что Бог овинует грехом, это предупреждение человека. Но человек свободен, и вот тот, кто обожжётся, разочек, другой, десятый, двадцатый, глядишь, загул возьмётся. Ой, верно! Нет, пожалуй, да. Пожалуй, больше не буду. Пожалуй, больше не буду пить. Пожалуй, больше не буду наркоманить. А может быть, если он поумнее, скажет, ой, больше не буду лицемерить. Больше не буду лукавить. Больше не буду лгать. Постараюсь больше не осуждать. Я вижу, что с этим происходит. Каждый грех – это есть ничто иное, как рана, которую человек делает себе. Нож всаживает в себя. Я осуждаю другого. Представляете? Я его осуждаю. А знаете, что за этим стоит? Я бы такого не сделал, насколько я его лучше. Вы слышите? Он паршивец или она, и негодяй. А я – ну что вы! Так вот, потому, говорят, и ад сотворил. Что такое ад? Не думайте только о том, о вечном какой-то гиене. Нет, нет, ад уже здесь у нас, у самих. Разве мы не знаем, как иногда мы страдаем, когда мы попираем совесть свою? Уж, наверное, у каждого человека что-то было, когда он страдает, как нехорошо отнёсся, как оскорбил этого человека и так далее. Ад? Да. Да. Нет, я буду воздерживаться от этого. Бог по любви даёт нам возможность испытать этот ад, чтобы мы знали, знали какой-то ужас. Потому Бог и блах, что гиенну сотворил. Познавая горькое, мы будем стремиться к сладкому, я выражаюсь этим языком. И это касается, как уже этой нашей временной жизни, так касается и вечной жизни. Слышите? Но это уже отдельная тема, о которой сейчас я говорить не буду. – Алексей Ильич, такой вопрос. Вот любящие родители, когда у них маленький ребёнок, они прячут спички, чтобы ребёнок случайно не сделал себе что-то плохое. Убирают розетки, убирают горячий чайник. Почему тогда Бог, который сотворил Адам и Ему посреди рая, оставляет доступным дерево, от которого потом начались такие большие проблемы у человечества, что всё закончилось трагедией? – Да, речь идёт о дереве, познании добра и зла. Наверное, многие это понимают. Да, действительно. В чём дело? Ну, первое. Спички для ребёнка – это действительно зло. Ну, не только для ребёнка. Это зло он может принесть ребёнок всему дому и самим этим родителям. То есть это просто полная трагедия может быть всему. Это, так сказать, то, что мы вынуждены иметь ну, по необходимости. Только всего. Когда же Бог насадил древо познания добра и зла, то насадил его как необходимые условия для спасения человека. Это только протестанты говорят, ах, неудавшийся план Божий! Господь Бог не знал, вот на тебе это дерево посадил, Ева сорвала до преображения яблок. Вы знаете, до преображения, да? Знаете? Да. Вот так. И отсюда всё началось. Так? Нет! Это древо с прямо противоположной целью делало. Это древо являлось необходимым условием. Бог знал это, Бог предусмотрел это. И предусмотрел почему? Оказывается, по очень простой причине. Тот, повторяю то, что только что я сказал, тот, кто не познал горького, никогда не оценит сладкого. Что в данном случае было сладкое? Это общение человека с Богом. Без страсти, если хотите. Отсутствие смерти. Так? Что такое древо познания добра и зла? Вкушение его означало ничто иное, как гордую мысль. Это гордая, горделивая мысль, что мы, мы, человеки, являемся богами. Мы боги. А откуда эта мысль пришла? Совершенно элементарного, так сказать, наблюдения, скажу так грубо. Человек был поставлен царем над всем творением. Он нарек имена всем тварям земным. Ну, понимаете? Это... Почему этот термин взят? Потому что при рабовладельческом строе господин нарекал имя рабу. Это наречение имени означало, что он раб. Я ему давал имя. Мне не важно, как его звали. Сейчас я его называю вот так ты будешь. Это знак власти. Человек обладал полнотой власти над всем сотворённым. Вы слышите? Вот и пришла мысль. Мысль. Как она выражена? Будете, как боги. И вот она и началась, история. Это затем. Почему это необходимо было? Почему Бог – это специальное, так сказать, древо, чтобы человек, человек, обладая полнотой свободы, свободно мог обратиться и понять, что жизнь вне Бога, без Бога будет адом. И вся история человечества свидетельствует нам об этом. Вся история чем наполнена? Воинами, насилием, кровопролитием. Вся история. Даже гуманисты где-то в 15-16 веке мечтали, что вот ещё пройдёт столетие, может быть, и на земле будет рай. 20 век по своей жестокости и пролитой крови превзошёл, наверное, всей предшествующей эпохи. Это век чего? Гуманизма! И мы видим и сейчас какой-то гуманизм. Что творится без Бога? Вот. Поэтому в данном случае древо познания добра и зла было не спичками, а было тем целительным средством, необходимым средством, благодаря которому только началась история и окончится история человечества как тем, что человек, как существо, не бессмертное, которое со смертью тела не теряет сознание. Весь опыт остаётся у него благодаря этому познанию древа добра и зла. Мы всё здесь постигаем как раз. Убеждается человек, что без Бога это ад, Бог это величайшее благо. Благодаря этому и произойдёт то окончательное спасение человечества, которое и было целью творения человека Богом. Вот так. Так что, оказывается, спички – это не спички совсем, а это лекарства. Ой, какое сильное лекарство! Но без которого невозможно было человеку невозможно достичь чего? Богоподобного состояния. Какого? Такого, когда, как Библия говорит, человек – ты Бог, вы Боги и вышли во все вы. Но какой Бог? Ты Богом становишься, когда будешь с Богом. и ты в аду оказываешься, когда ты говоришь «Я сам Бог, а ты отойди от меня». Это и произошло. Началось именно с этого. И дальше мы все так это испытываем каждый в отдельности и поколение за поколением, и всё человечество в целом. Ну, вот так примерно. – Алексей Ильич, вот люди, которые себя полностью решили посвятить Богу, они ушли в монастырь, они стали монахами. Сейчас мы видим, что ведут огромную социальную работу. Они помогают больным, они организуют детские приюты. В общем, огромная, очень полезная деятельность. Если мы посмотрим раньше, мы называем сейчас людей великими и святыми. Каких людей? Они уходили в пустыню, они, в общем-то, никому так особо не помогали, они уходили в леса. Вот как это можно объяснить? И мы говорим, что это великие святыни. Великие люди. Дело в том, что монашество изначально в церкви было тем явлением, когда люди, хотящие осуществить христианство в своей жизни и достичь того, что, выражаясь современным языком, можно сказать, достичь, насколько это возможно, полноты человеческого достоинства. Достоинство. Вы скажете, а какое недостоинство? Какое-то очень просто. Обзовите меня дураком, я вам покажу тогда, какое мое достоинство. Сам дурак, а не я дурак. Да не тронь меня ни с какой стороны. Сел за стол, я уже не могу, пока уже желудок кричит, стой ты, что делаешь? Молчи! Знаешь, как это вкусно! А он ещё кричит, там хватит. Ничего не понимает. С какой стороны не прикоснись ко мне, от тщеславия? Ой! Меня не похвалили, я весь в отчаянии. О, Боже мой! Похвалили, я с ума сошёл, всем разглагольствую. Вы знаете, как сказали мне, что там, до чего же я хорош? Лучше и в мире сказали. И больше никого такого нет. Вы подумайте, это с какой стороны только меня не тронь? Простите меня, я всегда говорю эту фразу, и не обидитесь, какой не тронь, пойдёт вонь. Так вот, были люди и есть, я надеюсь, которые всё-таки хотят достичь человеческого достоинства. Слышите? Всё, что до этого было, не знаю, достоинства не назовёшь никак. То есть, очиститься от этой грязи, немножко прийти в нормальное состояние, исцелиться. То, что на языке христианском часто говорится – достичь совершенства. Вы знаете, я специально не употреблял этот термин, пока не объяснил, потому что совершенство я сразу расправляю плечи. – Я хочу достичь совершенства. Слышите? Вот в чём совершенство. Исцеление. Я сижу и лежу, как параличный. А мне же хочется всё-таки и пальчиками, и ручками, и ножками, правда же, освободиться от этой гадости. монашество и было тем институтом, выражусь так, тем направлением жизни, которое стремилось исцелиться, исцелиться от этого. Видите тут, какие цели-то? Естественные. Вы обвините какого-нибудь больного человека в сказать – «Во эгоист! Он исцелиться хочет!» Ну, эгоист! Я таких просто не видел эгоистов. Смешно? Не правда ли? Вот и монашество. Исцелиться хочет. Прекрасно понимая, что в условиях вот этой нашей мирской жизни – ой, как трудно исцелиться! Ну, сами понимаете, ой, как трудно исцелиться! Я связан тысячами нитей со всеми, всякими делами, всякими проблемами, всякими страстями. Всё вокруг меня! Вы слышите? Я вижу, но не могу! Я понимаю, что я не могу даже молиться не могу как следует. Почему? У меня во в голове, что творится! Одна суета! А без молитвы? Какой может быть контакт с Богом? если не будет внимательной молитвы, покаянной, какой контакт там? Я только начал читать «Отче наш» и «Же» на Соломоновых островах! Слышите? Слышите? И достичь и достичь цели человеческого существования в самом себе, они в самом себе, в самом себе, прекрасно это понимают, вот находясь в этих условиях, где нет никакой связи с мирскими проблемами, с хозяйством, экономией, ну, всякими-всякими, вы знаете, семейными и так далее, они отказывались даже даже от семейной жизни, а они действительно там, пребывая в молитве, пребывая в подвигах, оказывается, это очень важно не только душу, но и тело нужно подвязать, так, пребывая в этом, они действительно, многие из них достигали великого состояния исцеления, которое мы называем святостью или духовным совершенством. Вот что было! Вот что являлось всегда целью монашества! Поэтому, когда мы откроем книги, например, великого наставника монашества Иоанна Лесвичника, и посмотрим, первая же глава, о чём идёт? Об отречении от мира. Исаака Сирина берём! Первая же глава! Отречение от мира! Что значит от мира? Вот от этой всей совокупности мирской проблематики, в которой находится любой человек, живущий здесь, и от которого никуда не уйдёт! Поэтому уходили отречения от мира! Это было монашеством! Это было и целью, и средством! Хороший есть образ такой, говорит, если вы хотите вырастить великолепные цветы, великолепные, для этого нужны оранжереи соответствующие, какие-нибудь тропические. Представляете? Прекрасные тропические цветы! Вам нужно построить оранжерею с соответствующим климатом, и только тогда, в этой оранжереи, вы получите великолепные цветы, которые здесь нигде не растут! Но там какие условия? Особые! Особые условия! Но если вы откроете эту оранжерею, что будет с этими прекрасными цветами? Всё! Зачем вы открыли? Всё погибло! Вот этот процесс, он постепенно и начал происходить в христианстве, там, где было монашество. Оно стало всё больше открывать двери для холодного ветра, для низкой температуры и так далее. Постепенно поэтому терялась возможность главного монашеского делания. Какое главное монашеское делание? Они назвали умное делание, то есть молитва. Не вычитывание молитв, да избавит Бог, а молитва именно как таковая. умное делание начало падать. Григорий Синаид в XIV веке пришёл на Афон, и вы знаете что? Уже не нашёл ни одного подвижника, делателя умной молитвы. Даже Афон, где, кажется, от которого мир далеко. Вы слышите? Далеко. Туда до сих пор пока ещё запрещён вход даже женщинам. Представляете? Нил Сорский пришёл вслед за ним через сто лет. Никого не нашёл. Паисий Величковский пришёл в XVII веке. Был рад, хоть нашёл книги. Книги. Вот его добротолюбие отсюда издали. Вы слышите? Это Афон, я почему заговорил о нём, где нет семьи, где сведены до минимума заботы о внешней телесной жизни. Когда же монастыри стали организовываться в городах или города захватывали монастыри, когда монашиство оказалось в центре, если хотите, вот этой мирской жизни, то сами понимаете, как трудно стало, если невозможно, достигать тех целей, которые изначально было в монашестве. И сейчас ещё есть, вот я помню, в Греции был, там есть монастырь, такое местечко Метеоры. Это на огромной высоте там монастырь. Сейчас туда допускают туристов. И вот я обратил внимание, заходил, мы ходим там, ой, как интересно! Ни одного монаха мы не увидели. Я спросил, а где же монахи? Сказали, они появятся после того, когда время туриста окончится и никого тут не будет. И тогда они выходят. Как соблюдали монахов, ещё и соблюдают во многих местах от общения, от общения с миром. Особенно опасно, когда молодые монахи вовлекаются в так называемые молодёжные движения. Сами понимаете. Монахи ведь не с Марса и не с Венеры и не с какой-то планеты, а отсюда. Обладают той же биологией, как и все прочие. И вдруг молодой монах с молодыми девушками. Ну, вообще, конечно, красота! Я не возражаю. Я так одному католику сказал, поджидал его, там, помню, в Вене, ждал его, католика. Потом, смотрю, начинается богослужение и выходят монахи с тройными рядами, потом выходит настоятельство с молодой девушкой и запевают предначинательный псалом. Монах это выходит ко мне, слушайте, я говорю, меня не примите в свой монастырь. Он понял, говорит, да нет, вы знаете, вот, или в другом, в другом, в Италии, то же самое. Замечательный монастырь. Там уже я просто стал требовать, чтобы меня приняли. Представляете, мужской, женский храм. Одна половина монахи и сидят вот так, другая половина монахини и сидят вот так. И начинается потом пение. Я на сцене говорю, слушайте, это же просто красота, это же мечта человечества же. Но они, конечно, поняли мою иронию. И ответили, нет, нет, нет. Кардинал, миланский кардинал сказал, что это в Бозе было. Сказал, что он на нас надеется. Я говорю, а, ну это великолепно. Это, конечно, великолепно. Так вот, это, конечно, особенно, особенно страшно, когда молодые монахи занимаются молодежным движением. Ну, извините, да, что я так говорю, но всем же понятно, правда же. Мы же должны же понимать это. Нельзя же из себя что-то строить и выдумывать. Да. Реальность есть реальность. Поэтому уже давно истинно святые плакали о состоянии монашества, потому что он всё более вовлекался в мирскую жизнь, в мирскую жизнь. А это всё равно, что открыть, открыть двери, двери прекрасной оранжереи для всех ветров на земле. Ну, вот так. Вы извините меня, что я так говорю, но это говорить об этом надо. Что бы, откуда бы, ни происходило, мы должны смотреть на вещи трезво, а не мечтательно. Так. Немножко возвращаясь к прежней теме, не выходит ли так, что для достижения святости необходимо попробовать грех. Беда, когда человек сам лезет на рожон. Знаешь, что такое рожон? Острая палка, которой там погоняли, допустим. Острая палка. Одно дело, когда я спотыкаюсь, хочу идти по дороге, мне говорят, какая дорога, а я нет. Вот сюда я пойду, вот сюда, да, и через пень в колоду разбиваю свою то нос, голову. Так, другое дело, когда я сам лезу. Поэтому это просто, знаете, какая-то ирония или анекдот, или насмешка, что мне надо попробовать, попробовать мне надо грех, чтобы узнать добро. Это только безумный и слепой может такое говорить. Да мы минуты не проводим без греха, голубчик, неужели ты такой слепой? неужели ты не видишь, что у тебя происходит в душе твоей? Ты что? Уже у тебя нет ни тщеславия, ни зависть, ни лицемерия, ни лукавства, ни осуждения, ни вранья. У тебя ничего нет, прям голубок чистый, да? Что за глупость такая? Это какое-то извращение уже, я бы сказал, человеческой мысли, человеческого разума, человеческой логики. Красивич, можно? Да. Сейчас многие православные христиане перестали верить в законную жизнь в адские мыки и в озеро огня, на которые нам говорят, и в Евангелии, и в Иоанна Богослов. Что вы об этом скажете? Ну, эти православные христиане, во-первых, хочу разобрать это слово. Ой, какое важное понятие. Я православный. И что ты мне говоришь, не пей? Я без тебя знаю. И что, твое здоровье, ты меня уважаешь? Так ты что, ты христианин, нет? Я христианин, а что ты лезешь? На себя посмотри. Я православный. Что за глупость такая? Я не знаю. Оттого, что меня крестили, кстати, я и не просил даже, а меня крестили без меня. маленького. А почему я, знаете, говорю эту фразу? Сейчас в Аргентине ой, какие собрания молодежи не какие-нибудь с лозунгами идут. К резиденции католических епископов и заявляют, мы вас не просили крестить нас. Мы просим снять это крещение с нас и так далее. Что вы? Целые протесты. Действительно, как это можно? Пока человек маленький, ничего не понимает, сейчас мы его и окрестим. Да? Понимая это, что православие заключается совсем не в том, что я себя называю православным, совсем не в том, что меня крестили в православии, совсем не в том, что я очень часто хожу в храм. А знаете, как часто? Вот я, например, говорю, как ни приду, всё Христос в воскресе поют. Да что ж это такое? Ничего понять не могу. Часто хожу в храм, очень часто. Вот так. Разве в этом православие заключается? Какая насмешка над православием? Православие заключается в одном – в жизни по заповедям Евангелия. Если нет этого жизни, если понуждение из себя, я понимаю, что я вот каюсь каждый раз, что я осуждаю. Каждый раз приходится каять, представляете? Каждый раз. Я понимаю, не могу. Я должен хоть бороться. Я же каюсь так и опять с этим. Понуждение должно быть, стремление к этому должно быть. Если не будет у человека стремления к жизни по Евангелию, никакой он не православный. Это чушь. Чучело. Гороховое. Вот. А вовсе не православный. И для такого православия, Господи, вы говорите, не верят посмертную жизнь. В Христа не верят. А вы говорите... Уже Игнатий Бринчаин в XIX веке писал. Знаете что? Сейчас я вам процитирую. Говорит, есть семинарии, есть академии, вы слышите, о чём пишут? Есть кандидаты, доктора, богословия, окастись, какая напасть этого доктора? Оказывается, он и в Христа не верит. Слышите? Доктор богословия. А он и в Христа не верит. И заканчивает. Какого света ожидать от этой тьмы? Прекрасно? Так что будьте осторожны, когда будете приглашать докторов и профессоров богословия. Насколько в наше время актуален вопрос об омерщении церкви? И как ему противостоять? Только не о омерщении, а омерщении. Обмерщении. Да, а то ещё обмерщение. Мы живы. Мы что? Этот вопрос, я вам скажу, говорит, сейчас. Всю историю. Это проблема всей истории. Всегда, всегда этот процесс присутствует. Что значит в церкви? Только хочу сказать. Не смешивайте. Когда задают этот вопрос, то иногда могут просто не понимать, о чём спрашивают. Надо понять, что одно из пониманий церкви или один из аспектов церкви – это все христиане, которые считают себя членами вот этой церкви. Но я вам говорю, вот я считаю себя членом церкви, а как церковь не приду, всё, Христос воскресе пойдёт. Какой я, мирской я или церковный? Ну, слушайте, вот оно, в чём дело-то оказывается. Поэтому в церкви, к сожалению, членами церкви многие считают себя те, которые нисколько не желают быть в церкви, то есть жить по-христиански, нисколько не думают даже об этом. И эти люди часто могут занимать значительные места в церкви. Я только что вам сейчас процитировал, что они могут быть и докторами, и профессорами богословия. Слышите? Например, в Древолюционной Московской Духовной Академии, с которой был такой профессор один, не буду называть уж имя, который никогда лоб свой не перекрестил, он никогда не крестился, который, когда стал главным редактором журнала Академии «Богословский Вестник», в первой же своей статье, разгромную статью, против кого, вы думаете? «Против святых отцов». Профессор богословия, учтите, никто не будет, причём талантливый человек, очень талантливый, очень многознающий человек, против святых отцов, называл их реакционерами, тормозом богословской науки, и чего только какими эпитетами их не награждал. Так что, если мы возьмёмся вот этой внешней понимании внешнего, понимания церкви, внешнего, то вы там найдёте в церкви кого угодно и отъявленных грешников, отъявленных преступников, наверное, тоже, скрытых негодяев, скрытых иуд, иуд, которые могут занимать какие угодно посты в церкви, вы слышите? И какие угодно иметь чины, чины и звания и степени. Вот. Вот в чём дело. Это же надо понимать. И отсюда, занимая такое положение, они, соответственно, имеют большое влияние на направление вот этой внешней церковной жизни. Слышите? Внешней. То есть, что обозначает как наиболее важное направление современной церковной жизни? Какие основные задачи? Если вы посмотрите на это, то увидите, насколько редко является, например, или даже вообще нет такой темы, каковы основные законы духовной жизни? Вы когда-нибудь встречали когда-нибудь эту тему? Какие основные законы духовной? Какие основные принципы духовной жизни? Что является самым главным? Вы не представляете, что творится? Запад абсолютно потерял эту духовную тематику. Вы слышите? Совсем потерял. Вот я говорю, возьмите хотя бы журнал Московской Патриархии и посмотрите вот эти все конференции, тематику, только тематику возьмите, посмотрите, экуменических конференций, всемирных, ассамблей. Вы руки опустите просто. А если вы коснетесь докладов, то все, вы тут же, простите меня, скиснете совсем. Одна только, одни только внешние проблемы. Там нет проблем духовной жизни. Хочу еще раз вам простите меня напомнить. Христос основал свою церковь с одной только и единственной целью. Слышите? Одна только цель – это исцеление человека. Духовное исцеление человека. Даже не борьба с пьянцем и наркоманией. Этим занимаются все институты гражданские и мирские. Даже не это. Даже не сама по себе нравственность, потому что нравственность – это нечто грубое, внешнее. Ну, что такое «я нравственный человек?» Попробуй у меня сказать. Я никого не убил, никого не ограбил, закон не нарушал, семье верен. Так, ну-ка! Слышите? Ну, поняли, что я святой? Пора понять, бы уж, наверное. Говорю, говорю, и все без толку. А на самом деле что там кроется за этой одежонкой нравственной? Ну-ка! Что там? Ой, никому не скажу! Никому не покажу! Никому не покажу, что там и алчность, и зависть, и тщеславие, и гордыня, и чего только там нет за этой нравственностью! Вы слышите, что нет только Христос основал церковь с одной единственной целью, повторяю, исцеление души человеческой. Теперь посмотрите на проблематику всех христианских конференций. Я говорю, конференции. Посмотрите на них, где собирается много. Вы ни одной не найдёте, где бы этим занимались. Я постоянно привожу одну конференцию, которую называл Всемирное, которая называлась Спасение сегодня. Всемирное христианское конференции. Спасение сегодня. И вы знаете, что? Когда приехали оттуда наши представители, они как нам рассказали, была тогда ещё только одна Синдальная комиссия. Как рассказали, так мы все пришли в ужас. О чём угодно! О спасении от голода, нищеты, невежества, от транснациональных корпораций, от расизма и прочее. Спасение? Спасение. Сегодня? Сегодня. Когда наши представители сказали, а как же насчёт того, что Христос пришёл? На них посмотрели какие-то выродки. Откуда они явились только? О чём говорят? Чушь какая! Вы слышите состояние христианства? Вот ужас! Почему об этом приходится говорить? в связи с распадом Советского Союза идеологические границы перестали существовать между Россией и прочим миром. Слышите? Их просто не стало. Вот, видите, чистый стол. Так что все идеи, все течения мысли, все извращённые теории понимания христианства, все теперь спокойно существуют и могут стать предметом внимания нашего народа. Всё, ограды снято. Там за оградой бегали волки. Так? Ограды нет. Кто угодно теперь может здесь пропагандировать всё, что угодно. католицизм один что только делает и ещё, боюсь, сделает. Не дай Бог, если Папа приедет к нам, это будет такой удар по нашей церкви, по нашему народу, которого, я бы сказал, давно не было. Почему удар, скажете? А потому, что его, как правило, эти визиты Папы сопровождают оглушительной рекламой. сотни агентств, если не тысячи, всех агентств, телевидения, радио, газеты, журналы, всё, что угодно. Это будет канонада невероятнейшая. Это по всем средствам массовой информации. И наши бедные люди, которые многие даже не знают, чем отличается католичество от православия, скажут только Папу, скажут, о, вот здорово, надо же это, а что ещё нужно? А какая разница? Какая разница? Я вам показал только одну Терезу маленькую, да большую, а потом узнаете, да, проповедь такого лжеучения. А то думают от Филиоквы, нашли же, на что обращать внимание. Папство Филиоквы. Да это, фу, по сравнению, это важно, но по сравнению, я говорю, с той дикой прелестью, в которую может впасть христианин, который станет на этот путь, путь, да, христианской жизни. Это ужасно. Вот, оказывается, перед чем мы стоим. Вот это надо понимать. Можно ли подавать поминовения на молебенную паникиду о некрещенных и иноверцах? У священников на это взгляды разные. святитель Афанасий Сахаров, он жил уже в советское время, у него остались очень интересные письма, которые были изданы, и кто интересуется, может почитать. Он, например, считал так, и он пишет это, что поминать надо, но, он говорит, не стоит, он не рекомендует, поминать на проскомидии, потому что проскомидия, то есть внимание частиц, символизирует принятие крещения в церкви, то есть членство, таким образом, членство в церкви символизирует. Вот, а поскольку он крещён не был в православии, то следует, поминать не надо, а поминать просто можно, при этом, что советовал, какую вещь, говорит, вместо Джона пишите Иван. Вот, и так далее, говорит, меняйте эти иностранные имена, чтобы не смущать, чтобы не смущать. Церковь – это мать, а мать о ком больше заботится? О больном ребёнке, конечно, больше, чем о здоровом. И церковь о всех молится. Более того, вы говорите, можно ли о некрещённых? Ещё батюшка называется. Прямо срам один назаяч. Я уж за обедней всё-таки бываю иногда и слышу, как, особенно, когда портодиаконка мощный голос, и он им возглашает. Ещё, молимся! И знаете, о чём? Я слушаю и чуть в обморок не падаю. О богохранимой стране нашей, о властях и воинстве и я. Как? Да во властях и воинстве там какие там крещённые? Там полно некрещённых, полно всяких иноверцев, атеистов, думаю, наверное, и сатанистов. И он, портодиакон, сам вон, обращается ко мне, чтобы я молился за них. Никогда не позволю, правда? За литургией весь народ призывается кем? Церковью молиться. Весь... А мы говорим, можно ли записку подать? А, оказывается, устно можно письменно, ни в коем случае. До чего мы дошли? Какие мы умные! Даже и представить себе не могу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok